Светлана Тихановская сегодня заявила о том, что белорусская оппозиция потеряла улицу, то есть протест в этом смысле стих, возможно весной будет новый всплеск, но тут правда еще важно понять, что она имела в виду и какие были интонации, потому что говорят, что может быть ее не так поняли, но тем не менее все-таки такое заявление прозвучало, вот и сколько месяцев продолжалось это жесткое противостояние власти с белорусским народом, Лукашенко по-прежнему власти, хотя я помню эфиры, которые мы проводили в первые дни и в первые недели, все почти были уверены, что он не удержится, а он удержался. Ну это конечно была противовременная уверенность, они проиграли раньше, они проиграли не только улицу, они проиграли, ну так сказать, рабочий класс, да, они проиграли предприятие, они проиграли политическую инициативу, потому что невозможно свергать режимы только на улице, это заблуждение, и ни одна революция не свергает режимы только на улице, не французская, не русская и так далее, не великая буржуазная революция, советская революция конца 20 века, всегда должна быть внутривежимная легальная составляющая, и она была, и даже подставлялся, как в поддавки сам Лукашенко, это конечно подсчет голосов, это длинное мероприятие, это скандально разоблачительно постоянное мероприятие, это мероприятие, которое вовлекает в это и рабочих, которые требовали пересчета голосов, и всех, и представителей власти, и прочее, прочее, и это, вот этот шанс они, к сожалению, упустили, а дальше все, ну как бы определялось сезоном, погодой. То есть, погода имеет значение? Погода имеет значение, и репрессии эти имеют значение, конечно, и дело в том, что вот эта легализация через такую возможность, она легализовывала и какие-то структуры оппозиции, которые должны были быть представлены в этом процессе, и так далее, и так далее, там много важных следствий из этого, но вот это было упущено, на мой взгляд. Вот вопрос от нашего зрителя, он спрашивает вас, какие дальнейшие перспективы у Александра Лукашенко, есть ли они? Я думаю, что перспектив нету, потому что утеряна главная перспектива, это перспектива сочетания, так сказать, общественной поддержки, общественного равнодушия. Когда оппозиция маргализована, когда у нее не очень много сторонников и так далее, то, что было там 10-15 лет назад, 5 лет назад даже. Вот, сейчас ситуация совершенно другая, и поэтому его крах – это вопрос времени. Вот, как раз по поводу того, как долго все-таки он будет оставаться в власти, как скоро наступит крах, можно ли здесь сделать какие-либо прогнозы, потому что это вопрос месяца, полугода, года, двух, трех, или 26-ти, например? Нет, мне кажется, что это взаимосвязано с крахом Путина. То есть они вместе закончат карьеру политическую? Ну, мне кажется, это весьма правдоподобно. А насколько прочны позиции Путина, на ваш взгляд, сегодня? Понимаете, это не проблема Путина, а это проблема окружающей его элиты. Вот об этом надо думать. Потому что для них Путин – это некий защитник статус-кво, а основной инструмент, с помощью которого он защищает, это его рейтинг. И когда они поймут, что его рейтинг уже ничего не защищает, то начнутся поиски как бы альтернативных сценариев. И вот тут все начнет сыпеться. На ваш взгляд, все-таки, его рейтинг, насколько, во-первых, его можно оценить, и насколько он сегодня стабилен, как вы считаете? Или есть тенденция к снижению? Есть тенденция к снижению. Дело в том, что он никогда не был в 85%, потому что есть методы анализа, статистического анализа результатов вопросов, которые позволяют выявить, так сказать, конформистскую составляющую в ответах. И она в вопросах относительно Путина была чрезвычайно высока. И когда выбирался ответ, ну, грубо говоря, там, любите ли вы Путина? Да, очень. Скорее люблю, чем не люблю. Отношусь нейтрально. Скорее не люблю, чем люблю. И совсем не люблю. Так вот, когда большая часть респондентов выбирала ответ скорее люблю, чем не люблю, а потом социологи складывали очень люблю с вторым вариантом, и получалось 85%, то это был в основном конформистский ответ, а не выражение искреннего чувства. На мой взгляд, история с вакциной «Спутник-5», которую оценили на Западе, она может помочь Владимиру Путину в имиджевом смысле? Потому что, несмотря на то, что в последнее время о президенте России, ну, по крайней мере, в западной прессе говорили, скорее плохо, чем хорошо, вот как раз «Спутник-5» нашел свою поддержку в этом смысле. И Владимир Путин тоже часто к этому обращается. Одно из последних заявлений, которое последовало со стороны Запада, это их удивление, что Путин миллионы доз продает наружу, не обеспечивая своих граждан при этом. В регионах дефицит, как вы знаете, совершенно бешеный на эти ампулы. А в Аргентину и так далее, во много других мест уже идет, так сказать, бурным потоком это все. Что касается, это по поводу второго вопроса, по поводу его восприятия его со стороны. Со стороны вряд ли это исправит его имидж. Но то, что какое-то время придется наступить на горло собственной песни, например, при выборе санкций, поскольку нужно торговать с Путиным, раз он хочет продавать свою замечательную вакцину, значит, ну давайте ее покупать, но для этого надо немножко себя сдерживать. Я бы этого не исключал. Но у российской власти, у Путина есть еще тузы в рукаве в отношении к Западу, как вы считаете? Ну вот, по-моему, вакцина эта последняя. Санкции насколько болезненны вообще для России и для российской власти, которые вводят Запад? И, в частности, тут новый пакет готовят по делу Навального. И, кстати, еще одна история связана с Европейским судом по правам человека, который потребовал отпустить Навального, но российский МИД это проигнорировал. И Минюст, если я не ошибаюсь, тоже не сказали, чтобы Европейский суд отозвал свое требование. Вот, на ваш взгляд, это к чему может привести, учитывая, что Россия является членом Совета Европы, и решение ЕСПЧ вроде как обязательно к исполнению? Безусловно, обязательно. И, на самом деле, они там все это знают. И знают, что по документу, московскому документу 1991 года, принятому СБСЕ, теперь ОБСЕ, права и свободы человека не являются внутренним делом никакого государства, члены ОБСЕ. Вот, тоже они знают, поэтому там они дурика все время гонят в своих заявлениях. Но сейчас они, вот, как бы, не угрожают Искандерами, а соблазняют спутником ВИ. И такое ощущение, что они, вот, это, ну, как бы, рассчитывают, ну, хотя бы оттянуть расплату, если угодно, я не знаю. Вот. То есть, получается, что метод кнуда и пряника, он тоже работает в какой-то степени и со стороны кремлевского. Но давайте подождем, понедельник не за горами, посмотрим, какого сорта будут меры. Тут же там была информация, что она коснет столько стрелочников. Посмотрим, как это будет. Ну что ж, спасибо вам, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима. Я также порекомендую ваш канал на Ютубе, Сатаров, его легко найти, так что заходите и подписывайтесь. Георгий Сатаров был с нами на прямой сайте. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго.